Утром 16 января во Владимире произошел настоящий транспортный коллапс. Он стал одним из самых крупных за последнее время. Уехать из Доброго было практически невозможным, жалуются люди в соцсетях. Автомобили и общественный транспорт скопились в километровые пробки на Комиссарова, Суздальском проспекте и Добросельской. А толпы людей по полтора часа ждали на остановках в ожидании автобусов. Интересно, а кто-нибудь дождался два, а то на табло 11 минут. Я час десять еду с Радищева, до детской больницы доехать не могу. Три полосы же, но неужели нельзя организовать нормальное движение? Когда это прекратится? Каждое утро из Доброго выехать невозможно. Причиной затруднения движения на дорогах стали несколько ДТП. По данным госавтоинспекторов, две аварии произошли в одно время, перед самым часом пик на улицах Большая Нижегородская и Добросельская. По предварительной информации, примерно в 7 часов утра, около дома 102, по улице Большой Нижегородской, водитель автомобиля Ке, не соблюдая боковой интервал, допустил столкновение с автомобилем Хюндай. Буквально через несколько минут, стоящее транспортное средство в Хюндай допустил столкновение с ним водитель автомобиля Ке Рио. Примерно в это же время, только чуть-чуть попозже, в районе дома 171Б по улице Большой Нижегородской, автомобиль Вольво допустил столкновение с автомобилем Хюндай, без пострадавших. На утренний коллапс отреагировали и в администрации города. По данным мэрии, еще одно ДТП произошло на улице Горького. В 7.35 в районе дома 56 один из водителей проигнорировал запрещающий сигнал светофора. В результате аварии пострадал несовершеннолетний ребенок.